Как ты слышишь по моему голосу, я все еще болею, мне достаточно непросто записывать эти видео, но я очень-очень стараюсь, поэтому не обессудь. Всем привет, ребята, меня зовут Богатейши Ди, добро пожаловать в новое видео. Да, в последние дни нас прямо закидывают невероятными новостями, которые являются очень масштабными для биткоина и эфириума. О чем же я говорю? Узнаешь, как только поставишь лайк. Не нужно ездить на этом поезде зайцем, проезд здесь стоит 1 лайк. Кстати говоря, хотел поблагодарить тебя за безумную поддержку моих видеороликов на таком тяжелом рынке, как сейчас. Наши с тобой встречи набирают очень-очень много лайков, соотношение лайк-дизлайку обычно около 98%. Это очень-очень круто. Прежде всего, несмотря ни на что, биткоин удерживает 26 тысяч долларов. Возможно, благодаря тому, что BlackRock подает заявку на биткоин ETF. Все до сих пор говорят об этом. Хорошо ли это, плохо ли это. Неужели BlackRock скоро купит биткоин на миллиарды долларов? Возможно. Но давай не будем забывать, что Grayscale все еще является крупнейшим финансовым учреждением с точки зрения владения биткоинами. Они держат 600 тысяч биткоинов, и это число продолжает увеличиваться, несмотря на то, что у них есть некоторые проблемы, из-за их материнской компании DCG, как ты помнишь. Итак, Grayscale держит 600 тысяч биткоинов. Затем к ним присоединяется и BlackRock. Представь, если они купят 600 тысяч монет, это очень-очень много биткоинов. Это более миллиона биткоинов, которыми владеют только две финансовые организации. Но сегодня еще более важной новостью является Fidelity. Это один из крупнейших управляющих активами на планете. У них триллионы долларов. Скорее всего, этот институт занимает второе место сразу же после BlackRock. И по слухам, они собираются сделать просто сейсмический шаг в криптовалюту. Fidelity занимается криптовалютами уже достаточно длительное время. Они уже открыли свою биржу для розничных игроков, но ходят слухи, что они могут выкупить Grayscale. И если это случится, они будут владеть более чем 600 тысячами биткоинами. Далее они собираются подать заявку на биткоин ETF. Точно так же, как и BlackRock. Подумай об этом. Подумай о том, к чему это приведет. Фиделити может обратиться в комиссию по ценным бумагам и биржам США и сказать «Вот, у нас есть 600 тысяч биткоинов, потому что мы купили Grayscale, поэтому мы хотим подать заявку на биткоин ETF. На спотовый биткоин ETF, а не фьючерсный. Это безумие. Это просто блестящий ход». К тому же, они делают это в ответ на BlackRock. И, конечно же, BlackRock узнает об этом. Это будет тотальная война между BlackRock и Фиделити. Между двумя крупнейшими управляющими активами в мире. И война эта будет за то, кто из них будет владеть большим количеством биткоинов. Просто представь себе гонку вооружений между СССР и США. По масштабам гонка биткоинов между Фиделити и BlackRock может оказаться такой же важен для криптопространства и его инвесторов. Да, это главная новость, о которой я хотел поговорить с тобой. Как по мне, это очень масштабно для будущего криптоиндустрии, для будущего биткоина. И я не знаю, говорит ли об этом кто-нибудь еще. Фундаментальные показатели биткоина тоже растут. Посмотри вот на этот график. Мы видим здесь миграцию биткоинов из кошельков, на балансе которых менее одной монеты, в кошельки, на балансе которых от 50 до 100 монет. Так что помимо этих крупных игроков, Фиделити, BlackRock и других финансовых организаций, которые пополняют запасы биткоина, все остальные тоже это делают. Это видно и на ликвидном предложении биткоина. Оно падает. Так же, как и запасы биткоинов на биржах. Это означает, что финансовые организации и просто обычные инвесторы сейчас не так много торгуют, а просто забирают биткоины с бирж и держат их. Это очень хорошие новости для долгосрочного будущего биткоина. На краткосроке же различные аналитики видят свою картину. Честно говоря, меня вообще не интересует краткосрочная перспектива биткоина. Все эти краткосрочные трейдеры могут быть правы, могут ошибаться. Все это не важно, ведь когда BlackRock в игре, когда Фиделити в игре, и они готовы в будущем выкупать большие объемы, а затем выпускать свои спотовые биткоины ETF, ты понимаешь, что будущее выглядит очень светлым. Есть только одна большая угроза, что перед тем, как зайти на рынок, эти гиганты попробуют организовать себе цены пониже. Да, это нужно иметь в виду. Взгляни на это. На первый взгляд ничего особенного. Разработчики эфириума рассматривают возможность повышения лимита валидатора с 32 до 2048 эфиров. Да, на данный момент существует ограничение в 32 эфира на один валидатор. Это приводит к тому, что множеству китов приходится запускать несколько валидаторов для совершения крупных операций в стейкинге. Да, ограничение в 32 эфириума на один валидатор очень неудобно для китов и совсем их не привлекает. Но если поднять это ограничение до 2000, представь, насколько больше китов начнут работать со стейкингом эфириума. Даже с ограничением в 32 эфира мы видим на этом графике рост заблокированного в стейкинге эфира, особенно после обновления мерч слияния вот здесь. Как ты видишь, после этого обновления рост практически вертикальный. А теперь представь, что будет, если поднять ограничение до 2000. Представь, насколько больше китов начнут работать со стейкингом эфириума. Даже если с ограничением в 32 эфира мы наблюдаем такой резкий рост. Повышение лимита до 2000 может еще больше повлиять на рост заблокированного предложения эфира в стейкинге. Напомню, чем больше таких монет в стейкинге, тем меньше предложения эфира на рынке. Учитывая, что баланс эфиров на биржах, как видно на этом графике, очень быстро падает и достигает показателей, которых мы не видели за последние 4 года. Шок предложения эфириума на длинной дистанции станет реальностью. На данный момент, как ты видишь, общий объем заблокированного в стейкинге эфира находится на уровне 16-17%. По сравнению, например, у Cardano 63%, у Solano 61%, у Avalanche тоже 61%. Мы видим, что у эфириума впереди еще долгий путь. Так что это тоже довольно оптимистично для эфириума. Судя по всему, прямо сейчас все, кто владеет эфирами, в основном выводят его с биржи и вкладывают в стейкинг, или просто хранят на холодном кошельке. Это видно по анчейн-метрике. Никто не хочет держать криптовалюту на бирже, особенно с учетом всего веселья, которое с этими биржами сейчас происходит. В будущем эти действия сильно скажутся на цене эфириума при росте спроса на него. На этом все, ребята. Меня зовут Богатейший Ди. Надеюсь, ты остаешься сильным. Впереди нас ожидают отличные годы. Годы, по истечению которых многие пожалеют, что не поверили в криптовалюту, не поверили в биткоин. Эти новости о Fidelity и BlackRock нельзя недооценивать. Это абсолютно масштабные события, которые они нам готовят. И мы увидим, что произойдет с биткоином после них. Ставь лайк, подписывайся на канал. И увидимся в новых видео. До скорого. Редактор субтитров А.Семкин